Как строить дешево, качественно и быстро? Эти вопросы руководители регионов по Волжи обсудили на очередном расширенном совете при полномочном представителе президента России в Приволжском федеральном округе. Заседание состоялось в Пенде. На нем обсуждали развитие строительного рынка в округе. Участие в совете принял и глава Чуваша, и Михаил Игнатьев. Подробности в сюжете Дмитрия Ковалева. Чтобы решить квартирный вопрос миллионов россиян, необходимо разработать поэтапные планы. Недавно в правительстве страны утвердили минимальную ипотечную ставку. Теперь она не превышает 12%. Это принесло свои плоды. За последние две недели в округе количество желающих получить дешевые кредиты увеличилось в разы. Сразу хочу сказать несколько слов о том восстановлении правительства, которое вышло. Это действительно была серьезная задача, серьезный вызов. Нам удалось найти 20 миллиардов в бюджете Российской Федерации. Несмотря на все сложности. Какие там критерии? Критерии четкие, критерии понятные. В первую очередь это то, что касается новостроек. Это должна быть обязательно новостройка. Второй критерий, что это должно быть единственное жилье. Третий критерий, это все-таки первый взнос повышенный. Вообще, по подсчетам в округе, по ипотеке приобретается большинство квартир. Только в прошлом году в регионах Поволжья было выдано кредитов на сумму 350 миллиардов рублей. По прогнозам, темпы строительства могут превысить прошлогодний рубеж. Причем в тройку лидеров по воду жилья на одного человека вошла и Чувашская республика. По этим показателям регион обошел Пензу и Башкортостан. Сейчас субъектам необходимо строить больше домов экономического класса. Участники окружного совета предложили установить единые стандарты для такого жилья. Это приказ Минстроя 223 об утверждении условий отнесения жилых помещений к жилью экономического класса, который фиксирует только технические параметры жилья эконом-класса, то есть метраж и технические характеристики, но не фиксирует в себе ценового параметра. Если мы хотим, чтобы на рынок действительно вышло массовое жилье экономического класса, Михаил Александрович, просьба все-таки нам приказ Минстроя привести в соответствии с этой программой. Сейчас стоимость одного квадратного метра квартиры экономического класса колеблется в пределах от 35 до 50 тысяч. В удешевлении жилья заинтересованы и строители. На помощь им приходят современные разработки – прочный пластик, базальтовые трубы, газ и бетон. Причем в отрасли постепенно отказываются от поставок из-за рубежа, делая ставку только на российские материалы. Основные строительные материалы производятся в Российской Федерации. Это и цемент, и металл, и промышленные материалы, как отмечается, будут наращивать объемы выпуска этих материалов. Во многих регионах нашей страны, в том числе и в Чувашии, уже во всю идет импортозамещение. Это и терамическая плитка, это и облицовочные материалы, это и утеплители. Новые проекты строительной сферы презентовали на площади перед домом правительства Пензе. На эту выставку привезли даже вот такой одноэтажный дом. Построить этот дом возможно буквально за одну неделю. Стены состоят из толстого слоя пенопласта, гипсокартона и металла. Здесь хватит места для одной семьи из четырех человек. Для их удобства здесь есть и кухня, и детская комната, и уборная, и просторный зал. Сейчас в России подобные проекты набирают большую популярность. Дома экономического уровня в регионах возводят и в рамках программы «Жилье для российской семьи». За три года только в Чувашской республике построят более 200 тысяч квадратных метров квартир такого класса. Михаил Игнатьев отметил, что обеспечение жильем нуждающихся является приоритетом для правительства региона. По нашим государственным программам, те средства, которые предусмотрены, мы сполна выделим. И все средства наши жители Чувашской республики, как участники государственных программ, сполна получат. Кроме всего этого, ветераны Великой Отечественной войны, участники Великой Отечественной войны 100% получат свое жилье. Ибо средства мы получили, сегодня выдаем сертификаты. На окружном совете обсудили и проблему пострадавших дольщиков. Решить ее во многих регионах планируют уже в этом году. Необходимо сейчас сократить административные барьеры, а также количество разрешительных процедур при строительстве домов. Эти вопросы руководители субъектов предложили рассмотреть и членам российского правительства. Митрий Ковалев, Александр Петров, Республика, из города Пенза.